Всем привет! Здравствуйте! Мы с вами находимся в отделе Государственного исторического музея. Это музей 1812 года, Отечественной войны 12-го года. И сегодня мы с вами ведем трансляцию на сайте Перископ Дилетант Дыха Москвы. Потом эту трансляцию сможете увидеть уже в записи на сайте Эхо Москвы. Мы ведем с вами трансляцию с выставки Александра Герасимова. Меня зовут Ксения Басилашвили. Трансляция, то есть снимает все с телефона Кира Тверская. И я приветствую нашего экскурсовода. Сегодня нашего знатока и эксперта. Это Мария Кречетова, научный сотрудник отдела изобразительных материалов Государственного исторического музея. Добрый день! Да, добрый день! Сегодня, как всегда, будет голосование. Вы сможете выбрать маршрут. Вы будете отгадывать, кто изображен на тех или иных полотнах. На самом деле, время это от 20-х годов и даже чуть раньше. Десятые годы и дальше, 60-е годы. Эпоха ушедшая, эпоха разная, эпоха сложная. Кем был Герасимов? Четырежды лауреат Сталинской премии. Кем он был гением и злодей? Ну, вы уже выводы сделаете сами. Поскольку мы находимся в историческом музее, следите за нашей трансляцией. Сегодня вам будут выносить специально для вас, показывать уникальные вещи, личные вещи Сталина, например. И один из рисунков покажут впервые, специально для вас. Итак, выставка. Выставка ведь не только собрание Государственного исторического музея. Это ведь частная коллекция. В первую очередь, на самом деле, на этой выставке представлены частные собрания. Значит, выставка приуроченных 135-летию со дня рождения Герасимова. Вот он. Да, это его автопортрет мы видим. И это совместный проект нашего музея. Представлены еще картины из Государственного русского музея. И в основном это инициатива, и 80%, даже 90% работ, это работа из частных собраний. Но, тем не менее, если бы был только межмузейный проект, наверное, было бы интересно видеть работы, хранящиеся в Третьяковской галерее. Но, к сожалению, мы их тут не видим. Но, тем не менее, зритель может, с другой стороны, познакомиться с работами, которые хранятся в частных собраниях в России и за рубежом, которые, может быть, в другой раз не увидят. Зрители помнят, наверное, его работу «Мокрая терраса». Вот эта работа известна. А у меня, да? В своих каких-то повторений. Она может быть известна, да, именно в том, что здесь сирень изображена, вот такая же батонная погода. Конечно, большинство зрителей разных поколений, можно сказать, Герасимов, известен по картине «Мокрая терраса» или «После дождя». То, что в учебнике нового. То, что все время воспроизводится и до сих пор воспроизводится. И более старшим поколением по картине «Ленина в ремни», которые, конечно, молодежь уже менее. Страшно, знаете, специально же для нас музей открывает витрины. Вот это вообще такое уникальное событие, потому что мы ходим, ничего, правда, не трогаем, но смотрим. На простой выставке вы так сделать не сможете. А вот на выставке в эфире в «Перископа» «Эхо Москвы и дилетанта» это можно сделать. Итак, четырежный ряд Сталинской премии. Вот его корочки. Здесь корочки орденской книжки, корочки премии, присуждений премий. Но я бы обратила внимание здесь, в этих витринах, на две вещи. Одно – это автограф Ворошилова. Друга. Друга Герасимова. Это Ворошилов поздравляет Герасимова с днём рождения. И вот в этой витрине, только не знаю, вот увидите вы через стекло, книга Гелеровского «Москва и москвичи» тоже с дарственной надписью Герасимову. Почему именно эти два момента? Потому что это два человека, которые в судьбе Герасимова сыграли для него положительную роль. Это его друзья. Гелеровский помог ему ещё в студенческие годы. Он его фактически из нужды во многом вытащил материально. Ему помогал. А Ворошилов? А Ворошилов представил Сталину. И вообще он не дружил с Гелеровским до кончины Гелеровского, но и, соответственно, с Ворошиловым тоже. Такие совершенно разные люди. А вот это вот удостоверение номер 71, да? Это удостоверение председателя? Президента Академии художества. Президентом. 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 Александр Герасимов, ещё он был главным академией художеств, ещё не извергал Сальвадора Дали, которого считал формалистом, проклятым. И вот это тоже Герасимов. Да, это ранние работы, пейзажи. Герасимов сам родился в городе Козлово, Мичуринск, ныне Тамбовской лубернии. И, надо сказать, что он всю жизнь, на самом деле, любил природу. Всегда писал и цветы, и пейзажи. И поскольку он сам был человек от земли, от сахи, как он сказал, на самом деле, корнями. И очень трудолюбивый, надо сказать, трудолюбый, Герасимову нельзя отказать. Он всегда работал постоянно над собой, над своим творчеством, всегда писал. И вот он ценил в природе, на самом деле, такой вот момент тоже, плодородие. То есть это плодородная пашня, если цветы, то это обилие красок. То, что даёт иметь такой, как бы, зримый плод. Так, вы, пожалуйста, задавайте вопросы к нам, вы можете присылать. Мы в трансляции эти вопросы увидим. Напоминаю, что мы ходим с вами, гуляем по выставке «Четырежда лауреата Сталинская премия», это уникально, Александра Герасимова. Это первая выставка за 60 лет. Вот сейчас запомните эти работы. Он же был учеником коровки, но он же был учеником сировок. Сировок, да. Да, вот можно показать там коровок, совершенно вот такая вот манера. Иногда даже не отличить, он практически сировок. Ну, этот портрет, она напоминается, что этот портрет, этот портрет в очередь, один из удачных портретов, вообще, сам Герасимович, я считал, что портрет, это был основной для него жанр творчества. Портрет дочери качества Годли написан, вообще, по воспоминаниям людей с ней знакомых, она была очень светлым человеком. Пока Кира показывала вам работы, он прибегается к другому. И вы думаете, что вас слышно? Вы будете шокированы, все, все, все. Пока, говорю, Кира показывала вот те работы, чернозем и так далее, мы идем в совершенно другой зал. И вы сейчас будете шокированы абсолютно другой работой. Вот она. Никакого чернозема нет, мне приказывают говорить громче, я говорю громче. Это самое масштабное полотно на этой выставке, которое приехало из Русского музея. Так что, кто придет на выставку, будет иметь возможность увидеть полотно, которое редко, в Москве вообще не знаю, как выставлялось, редко выставляется на зарубежных выставках, в основном оно есть. Это полотно 4 на 7 метров, написано в годы войны. 4 на 7 метров, это гигантская вещь. Да, 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 написано в кратчайшие сроки, в годы войны, называется «Дим на октябрю». Посвящено событию 25-летию Октябрьской революции в 1942 году, которое отмечалось. И предполагалось празднование этого события в Большом театре. Но на самом деле в связи с войной, с тяжелой еще обстановкой на фронтах в 1942 году, и соображений безопасности в таком масштабе это событие не произошло. Отмечался юбилей в Кремлевском дворце меньшим количеством гораздо людей. Но на полотне осталась вот эта вот задумка празднования этого юбилея. Но я хочу подчеркнуть, думаю, что так, наверное, верно, конечно, это предположение, как воспринимал зрителям в годы войны этот полотно. Мне кажется, что современным зрителям оно не воспринимается как гимн именно событию 17-го года, да, как такового? Нет, оно воспринимается у меня лично как гимн Сталина, простите. Ну, у вас может быть так, а мне кажется, у него воспринимается иначе. У него воспринимается как гимн народу, сражающемуся на фронтах Великой Отечественной войны, понимаете? Сталин, конечно, он возглавляет в это время страну, возглавляет народ, сражающийся. Ну, вот оно по своей энергетике, по своим краскам, по своему такому вот масштабу. Давайте попросим зрителей узнать. Тут очень много узнаваемых лиц. На самом деле, Кирилл сейчас подробнее будет показывать эту работу. Нам даже не обязательно, Кирс, сюда подходить, ты можешь просто показывать. Вот, смотрите, потому что здесь и члены правительства, и разные другие члены других организаций. Вы можете подробно это спросить. Я, например, Алексея Толстого вижу. Вот он здесь сидя же, скромник об уголке. Вот он, вот он. А здесь, по-моему, Игорь Горобарь, художник, вот такой вот лысый гражданин. Да. На семье можно показать Шостаковича. Покажите. Вот, пожалуйста, представьте Шостаковичу. Вот самое соль в этом событии в том, что это событие, которое не было. То есть это огромная престиволокация провести, но проведено в других масштабах. То есть не в каких масштабах. То есть вот такого масштаба не было? Где-то в подземке, наверное. Нет, в подземке это было в начале войны. У нас станция метро Маяковская. Маяковская это с осенью 41-го года. А уже осенью 42-го года проходила в Кремле. Просто при меньшем, естественно, не при таком масштабном количестве зрителей. То есть, собственно, только если там члены правительства. Оценили эту работу и получил Сталин свой премию. Еще какую-то, да, Сталинского? Да. Гимн Октябрю. Гимн Октябрю. Сталинская премия. Здесь, помню, вот один из немногих таких вот разов, когда Сталин смотрит на нас. В основном он что-то его в корпусе рисовал. Нет дальнейших. Не в офисе, конечно. Смотрит на древние. Здесь как много Сталина. И наверху в медалью не Сталина. Два Сталина и один ленин в центре в виде бюста. Я напоминаю, что мы с вами гуляем по Государственному историческому музею. А точнее, это музей Отечественной войны 1812 года. И начинал Александр Герасимов не со Сталина. Да, он начал немножко раньше. Если вы имеете в виду исторические работы. Исторические, вот такие вот партийные работы. То есть он не все мог писать цветы, мог писать пейзажи, но начал писать Ленина. Даже сложно сказать, на самом деле, как первая вот совсем у него была, скажем так, исторический портрет. Но Ленин, вот эта работа одна заедра, Ленин на трибуне. Извините, да. Ленин на трибуне. Он сам называл, скажем так, историческими портретами. Потому что, естественно, он не мог общаться, как со Сталином жил Лениным. Это понятно, естественно. Ленин он в жизни видел один раз, когда тот выступал перед народом. Но он видел его издалека из толпы. Хотя где-то у него рассказывали, что у него был биногой. Но тем не менее. Поэтому это, конечно, образ такой, у собирателей, скажем, неправильный, да, но созданный такой образ, как вождя мирового пролетариата. И важна была Герасимову композиция еще работает. А где здесь же какое-то конкретное место, где он стоит? Что-то узнаваемое. Москвичи, вы узнаете, давайте попально скажем. Москвичи, узнаете, откуда говорит Ленин. Где эта трибуна, их балкон, что это? Это деревянная трибуна. Это деревянная трибуна. Да, давайте узнаем, где находится эта деревянная трибуна. С какой точки Герасимов писал Ленина. Здесь это тоже сказка. Это тоже он выдумал. Это есть монархута. Да, он сам назвал это историческим портретом. Он в плане, не в плане исторической достоверности, а в плане создания образа. Да, да, да. Он одним, на самом деле, это даже был не спецзаказ. Он одним работал сам, несколько лет, два-три года. Пользовался советами Ворошилова, который, естественно, лучше, чем Герасимов помнил, Венина. Фотографиями практически не пользовался, то есть незначительно, потому что он не считал это правильным, скажем так, для художника. И еще он дружил соскоптора Меркурова Сергея Дмитриевича, который делал бюсты с Вениной. Ему понравился слепок, который сделал Меркуров, и он использовал щелево для создания работы. Ну, вроде бы, это какой-то похож человек. Да. Что-то такое, может быть, но это не специально ряжное. Из окружения Гелеровского. Кого-то называют Герасимов, но без фамилии. Может, кому-то извините, мне не извините. Кто был похож внешней Марины? Ну, нужна была, конечно, живая натура, поэтому он какие-то нагрузки выключил. Высказали предположение, что Ленин написан на Красной площади. Я не москвичка, поэтому вы не простите, пожалуйста. Я не знаю. Кира, сказали, что Ленин на Красной площади написан. Я из Питера. Я тоже из Питера. Вот кто скажет, да. Слово никто пока не скажет. Нет, уже сказали на Красной площади. На Красной площади. А кто подтвердите, я проверю. Вот и Мари сейчас скажет. На самом деле, я не думаю, что на Красной площади. А там можно рассмотреть. Там же какие-то конкретные издания. Там памятник. Я вижу, плавить некогда. Это вообще было вакуумно? В данном случае нет. Потому что важна была композиция, устремленность. Вот такие вот эти знамена, устремленный жест, движение вперед. Именно в эту сторону, потому что, как Герасимов считал, направленность вправо, она больше создает экспрессии. Но интересно, что первый вариант был, наоборот, зеркальный. Он его писал в другую сторону, увидел отражение в зеркале как раз и переписал полностью. Понял, что это неудачная композиция. То есть такой вот штрих. Создание этого... То есть для нас вопрос на Красной площади. На Красной площади неважно. Это какой-то, мы думаем, на немецком. Возможно, на театральной площади. Театральной. Потому что Герасимов наблюдал, как рослинина на театральной площади, перед отправкой красноармейца на Польский фронт. Ну, давайте согласитесь. Интересно. Мне, между прочим, никогда не приходил в голову вопрос, где именно. А для него вообще почему он стал писать вдруг? Подписал пейзажи, потом цветы писал, портреты дочери. Какого-то красивых женщин. Почему вдруг он начинает писать вот такого вот Ленина, какого-то, я вам скажу, не слишком привлекательного, да, вот такого вот... Тем не менее, это стал хрестоматийный образ, который запечатлелся в памяти многих поколений. Абсолютно с вами согласен. Почему вдруг Сталин... Ну, во-первых, Сталина и Ленина писали на спектр практически все советские художники. Когда он перешел к написанию вот таких вот вождей, которые пролагали совсем другой путь в искусстве? Где-то 30-е годы. Значит, с конца 20-х, 30-й год, ну и дальше. До этого у него просто... До этого другая была ситуация, надо сказать. У него было меньше возможностей. Я думаю, здесь много причин. Во-первых, естественно, это из-за заказной работы, это интерес вообще к личности вождей. Тут масса. Очень не только... Он не мысел себя в рамках, только пейзаж. Как для любого художника, наверное, интересно представить себя в чем-то таком масштабе. То есть вы предполагаете, что он начал писать Сталина, если что-то из интересов Сталина, именно из интересов... То есть вы просто... Вот, а Ленин... Или он просто влюбился в образ Сталина, влюбился в образ Ленина, или это была к нюнктура, а ну вот какая у вас точка зрения? Я-то думаю, что это чистая конюнктура, нет? Вот, видите, мне кажется, что для Герасимова это вот не совсем так. Я думаю, что у него мысль с делом тут не очень расходилась. Для него это было и убеждение тоже. Хорошо, хорошо. Давайте посмотрим вот на эту работу. Это работа из собрания государственного исторического... Да, эта работа была написана в 1944 году специально по заказу исторического музея и хранится в нашем музее с тех пор. Сталин полный рост изображен. И вы можете здесь увидеть рядом вещи из фондов нашего музея, принадлежавшие Сталину. Шинель, бинокль, трубка. Давайте просмотрим поближе. Это настоящий шинель Сталина. Да, это личные вещи Сталина, которые поступили в собрание музея Ленина. Пахнут, которые теперь единое с государственным историческим музеем хранения. Поступили после смерти Сталина из Ломенского. Практически такая же шинель. Да. Практически вот этот бинокль в 1944 году держит Сталина в руках. И трубка Сталина. Да. У нас целая коллекция вещей сталинских музеев, которые, надо сказать, в каком-то смысле чудом сохранились. Потому что, когда Крущев пришел к власти, то был приказ о уничтожении Сталина Сталфон. Тут вопрос наступил. В этом он стоял дворай. В этой или шинели? В этой я не могу точно сказать. Вообще шинель у него не так много было. Почему, что в этой? В остальном вообще был минимум вещей. Шинель у него реально нет. Скажите, а вот тут же на ней нет никаких вот... А вот этих вот, смотри, никаких погон нет. Это так и есть. А Сталин не носил. И на картине там же. Это действительно реалистично. В фотографиях там. Его усы были его погонами. Ты думаешь, да? Ну да. В общем, все вышли с шинели Сталина, можно сказать, я бы находясь рядом. Ну это только пуговки в серполном лотом. Сзади? Да. Настоящая шинель Сталина из собрания Государственного исторического музея в залах выставки к 15-летию садми рождения Александра Герасимова. Да, давайте. Здесь еще одна важная вещь. Сейчас аккуратно. Здесь очень хороший рисунок представлен. Хранители фонда собрания Мобелина дают вам возможность увидеть впервые. Этот рисунок сделан фактически незадолго Дуванье, датирован 21 января 1941 года. Это известный график советский Петр Васильевич Васильев, который изобразил Герасимова в его мастерской на Соколе. И тут автографы самого Герасимова есть и автограф автора рисунка с дарственной надписью еще в музее Ленина. Теперь я подчеркну, что это единый комплекс хранения Государственного исторического музея. Я хотела подчеркнуть, потому что я видела, как хранитель, по-моему, выносил эту работу, что впервые вы сегодня видите этот рисунок. И что объединяло Герасимова со Сталином, чисто внешне, это любовь к курительным трубочкам. Причем, как я понимаю, у Герасимова любовь к трубкам появилась раньше, чем он встретился к Сталину. Да, он уже курил трубочку. Это не подражание. Это не подражание. И вот в 40-е годы, я так понимаю, что вот этот стиль вождя, он как раз оттачивает в своих колоках. Да, я думаю, на самом деле Сталин никому не позировал специально. Герасимов, общаясь со Сталином, мог делать небольшие зарисовки. И Герасимов вообще, он еще когда учился, подчеркивали его талант схватывать быстро портретные сходства. А он позировал ему, вот, кстати, для этой работы? Нет, Сталин никогда не позировал. С 44-го, да? Нет, это 44-й год. Не позировал? Нет, Сталин вообще художник не позировал. А как тогда он узнал, как его писать? Ну, он же общался с ним, он имел возможность делать в разговорах какие-то зарисовки, а потом создавал. Ну, то есть ему давали возможность сделать зарисовки Сталин? Во время разговора, да. А тут вопрос интересный был про правила согнутой правой руки Сталина. Это вообще что? Была такая тема, что он хотел, чтобы его рисовали только согнутой правой рукой или что-то? Нас спросили, соблюдается ли везде на картинах правила с согнутой правой рукой Сталина. С сухорукость у него была такая индивидуальная особенность, больная рука. Да нет, вот, пожалуйста, на этот портрет посмотрите. Вы берете. Нормальный. А почему все время присогнутый? Почему все время присогнутый? Ну, не все время, потому что это речи, это почти, чем обычный портрет. Ну, это как художник уже видит изображение модели. Первый, четвертой поворот, это вообще, надо сказать, классический портрет. Здесь вот очень конкретный профиль такой. Сталина в работе, да. Вот известная тоже работа. Да, это работа нечастного собрания, это, кстати, вариант, что это работа Сталина Горошенко и Умель. Основной вариант хранится в Третьяковской галерее. Это в частном собрании. Ну, это понятно, что художники, конечно, какие-то свои работы постарели, чтобы видеть, но это будет. Это пользовалось успехом большим работой, кто же он за эту работу получил? Да. Скажите, я понимаю, что он получал премию Сталина. Он же еще и получал премию в Париже на выставке. Гран-при получил в Третьем году картина «Первый икон для армии». Масштабное, конечно, полотно. А это, по-моему, в Нью-Йорке получила премия, насколько я помню. Эта работа в Нью-Йорке на выставке тоже получила одну из главных премий, чуть ли не гран-при. То есть художник не только у нас пользовался успехами, но и там. Конечно. Надо сказать, что когда в 1947 году в Вене была выставка четырех советских художников, два Герасимова, кстати, надо сказать, чтобы не путали двух Герасимов, Александр Михайлович и Сергей Васильевич, они не родственники. Они однофамильцы, они практически ровесники. Сергей Младший на четыре года. И один умер в 63-м, другой в 64-м. Они были знакомы, они поставлялись на выставках часто вместе, но фамилия распространенная. Так вот, выставка была в 1947 году в Вене и вообще в Европе. Два Герасимова, Дейнека и Пластов. Имела колоссальный успех. У нас тут спрашивают, а где сапоги Сталина? Здесь нету. А у вас вообще есть? В отдых? Я лично не видела, но по-моему есть. Да, у нас, кажется, Максим, не помните, на победе у нас выставлялись? Не помню. По-моему. Вот, ну, можно спросить тех, кто там нет. А знаете, я хотела сейчас задать вопрос на голосование, немножечко от Сталина отойти, потому что эти другие портреты писались. Я хочу, чтобы вы выбрали, мы можем показать два уникальных портрета, то есть один из двух, и рассказать вам более подробно. Вот, внимание, сейчас загляну в свою шпаргалку. Это будет либо, мы с вами пойдем к портрету настоятеля кентерберийского собора, так называемого красного настоятеля, который, оказывается, агитировал за советскую власть. Не советскую власть, а Советский Союз, скажем так. Есть разница. Агитировался за Советский Союз. Настоятель Контраберийского собора, так называемый Красный настоятель, его портрет, либо это портрет Баса Большого театра Михайлова, тоже лауреата Сталинской премии, и любимый певец Сталина. И, кроме этого, он был ещё и диаконом, который не снял свой сам, ему разрешили не отрёкся, ему разрешили не отрекаться, скажем так. Вот две такие работы. Голосуйте, пожалуйста. Итак, настоятель, либо Бас. Настоятель, Бас. Пишите просто к нам сюда. И то и другое, надо сказать, духовные лица. Да, пишите, пожалуйста, к нам сюда, прямо в перископ, настоятель, Бас. Мы считаем, вот кого будет больше, о том мы и расскажем. А сейчас вот эту вот, помним работу, так называемую «Два вождя после дождя». Это такое? Да, это очень называть. Потому что здесь действительно дождик такой, хорошо. Ой, у меня ещё вопрос остался, скажите, пожалуйста. А вот эта пола шинели, вот здесь, вот она, вот давайте покажем. Вот здесь она так отгибается, и там отгибается на рогу, на портрете Сталина. Ну да, это специально, как я повторяла? Ну это просто вносит некое движение к картине. Ну это как бы ветер. Хотя какой ветер может вот эту вот суровую шинель поколебать, я, честно говоря, не уверена. Но она очень плотная. Сильный ветер. Приток его хорошо, но совершенно неподвижно, да, это всё? Ну, потому что Сталин под ветром, он как бы, все природные силы сначала идут на него, как на вождя. Нет, ну здесь абсолютное повторение. Вот здесь вот шинель отошла, и там. Да. Да, ну просто отметим это. Отметим. Да, ему нравилось писать Сталина. Я думала, что он не понравился, но если бы не нравился, то что он совсем не попал. Или всё-таки была «га», или это была интересная модель? Нет, я думаю, что он, на самом деле, естественно положительно. Вот сюда мы подходим. Для него, я подчеркну, это не момент комментуры. Нет? Нет, да нет, у него действительно, это в данном случае, сочетание. Сочетание любви и комментуры. То есть удачно совпало? Не комментура, не в том момент. Понимаете, это когда вот только на заработок делается. Нет работы. Александр Герасимов и его работы в залах Государственного исторического музея, в музее Отечественной войны 1812 года. Экскурсию нам ведёт Мария Кричетова, научный сотрудник отдела изобразительных материалов Государственного исторического музея, а вы голосуете. Итак, к кому мы пойдём смотреть через несколько минут? Портрет красного настоятеля или портрет дьявона Баса, любимого певца Сталина? Пожалуйста, пишите своё мнение, как вы скажете, так и будет. А вот эта удивительная абсолютно работа, стадо смотрит на Сталина именно Абрашенова. Или Сталин смотрит на Сталина. Сталина разума. Эта работа представляет действительно такой некий исторический сюжет, скажем так. Эта работа из частного собрания, которая раскрыта наполовину. Вот вы видите нижний слой, это вариант картины, которую только что видели, Сталин ворошил в Кремле, как в 30-х годах. И сверху 50-х годов картина «Колхозные статы», написанная поверх старой работы. Значит, здесь несколько моментов надо учитывать. Банальный момент. Художнику нужен был холст нужного размера. Это уже он пишет в конце жизни, когда он отстранён от постов, и у него нет такого широкого доступа к краскам, холстам и так далее. Он обрезает часть по этому картины неровной формы, потому что нижний край утрачен. То есть репрессии были? Да, сейчас я скажу хорошо. И просто, допустим, нужен был холст, и вот он пишет, берёт холст, вариантом закончился, одной разработки, и пишет сверху то, что он хотел. То есть сначала он писал «Сталин и ворошилово». Да, это 30-х годов работа, которая у него была видена в мастерской, он берёт её за основу, в смысле, как холст. Можно предположить другое объяснение. Когда Хрущёв пришёл к власти, он стал, ну это известный факт, уничтожать и в библиотеках, и в музее «Сталинское наследие», скажем так, да, книги, произведения искусства и всё. Герасимов на этот момент был президент Академии художеств. К нему обратились многие художники, чтобы он пошёл в кровь, сказать, что невозможно уничтожать памятники эпохи, исторические документы. Ну, Хрущёв сказал на это Герасимову, что это не изобразительное искусство, на что опять Сочи Герасимов сказал Хрущёву, что он больше Хрущёва понимает в изобразительном искусстве. Развернулся и ушёл. После этого Хрущёв позвонил Фурксову и сказал, передайте, сколько будет этот козловский мужик сидеть в кресле президента Академии художеств. Пускай пишет заявление об уходе. Заявление он писать не стал, но больше в Академию не пришёл. И ему начались звонки, уже старому человеку, с угрозами, что его многие полотна порезаны, уничтожены, а он же не знал, действительно не мог это проверить, судьбу своих вещей, которые где-то в фондах, в запасниках находятся. Поэтому, да, он говорил, как же можно порезать конармию, когда он получил гран-при в Париже. Но, тем не менее, возможно, он и умер. Это он сам резал? Это он отрезал часть холста, чтобы нужный размер получить. Вот здесь вот можно посмотреть, да? Вот это абсолютно подрезало. Кира даже предположила, что это под камин. Так красиво. Нет, нет, это просто восстановили. Здесь камин, а наверху стадо и Сталин. Это восстановили. Кто не хочет такую картину себе над камином вынести? Владельцы этой работы, они просто пытались найти оставшиеся куски. Вот один нашли в мастерской, а нижний утрачен. Вот здесь даже стык виден, да, Кир, можно показать? Да, тут всё видно. Возможно, на самом деле, что он записал какое-то своё полотно тем, чтобы оставить, на самом деле, нижним слоем, как вариант, то, чтобы... Но получилось очень символично, во всяком случае. Ну, это уже, понимаете, это уже галеристы вот так подают, как некий, некую пумпу такую. Вот так раскрыли на половину, да, это уже такая идея. Давайте ещё подойдём к одной сталинской теме. Мы уже скоро сталинскую тему вылухшили. Вот очень странная работа. Вообще ощущение всё-таки, что написал эту работу не ученик, извините, Коровина и Серова, а какой-то примитивист и самоучка. Кстати говоря, дорогие наши зрители, может быть, вы назовёте, кто здесь присутствует, но помимо Сталина? Сталин, да, а ещё кто? Ну, пока зритель будет, надо сказать, что событие-то изображено, которое было в реальности и лице в сериале. Ну, поскольку эта картина из частной коллекции, она вот у меня тоже не в первую очередь вызывает. Я считаю, как бы не очень удобно, без владельца обсуждать. Тихий, 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 такой вот, не знаю, вечер или летний денёк. Мне действительно вызывает впечатление для клубочных парсинок, поэтому вот... Нет, дорогие мои, да, 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 нет, дорогие мои, пишут, знаете, кто пишет? Значит, варианты Сталина и его НКВД, журналисты какие-то. Там был Толстой и Ворошилов. Это не журналисты, хотя один из них Герасимов, да, всё-таки частично был журналист. Да, мы же могли бы узнать, как вы показывали по препаратам. Толстой, это не Толстой. Говорим, нет, или он ещё угадал. Это не Толстой. Ворошилов угадали? Вот он в центре. Это можно говорить френч, да? Мы Ворошилов не узнали. Ворошилов не узнали. Нет, давайте назовём, да? Значит, Герасимов с трубочкой. Как раз он делает, видите, зарисовки со Сталина. Ворошилов, Гродский и Кацман. Кацман художник. Да, Гродский, соответственно. Что за событие? Да, и так вот, ты левит уголёк под самоваром, посмотри, видишь? Прямо над Сталином. Сталин сидит с евреями, ничего. И так, это событие, когда художники были приглашены на дачу к Сталину, действительно реально было, они сидели за чаем в саду, и Герасимов вспоминал, что он так волновался, что молоко налил, молоко налил вместо чашки в чайник. И над этим посмеялись, такой вот. Нервничал, что Сталин рядом. Ну, а естественно, представьте себя сейчас в окружении правительства, думаете, будете абсолютно хладнотронны. Я думаю, что... Да, кстати, у нас был вопрос, а голые тётки будут? На самом деле будут. Как неудивительно это было звучало, но чуть-чуть попозже. В самом конце будут. Знаете, вот тут просто интересно, да? На самом деле был вывод, вот просто даже можно показать. Был вывод художника Кацмана после посещения Сталина. Да, он был очень вдохновлён, надо сказать. Кацмана очень был вдохновлён этой встречей. Он был вдохновлён встречей, и как раз тогда, после этой встречи, я так понимаю, не приступили к борьбе с формализмом художники, да? То есть был допросный свет такого... Нет, это не совсем так. Сотиристического реализма. Да нет, сотиристический реализм уже на самом деле... Ну, я не люблю вот эти все термины, понимаете? Если мы возьмём художников того времени, не работавших, то даже вот написать, что в это же время творят Мистера, Фори, Денека, и все, понимаете, все творят, и все акционально. Какой тут реализм? Понимаете, все очень относительно. Ну, это долгая тема, говорите о том, пожалуйста. Кто всё-таки... Но борьба между разными течениями в жилописи, она на самом деле пронизывает всю первую половину XX века, ещё с дореволюции. И реалистическая школа жилописи, она на самом деле себе дорогу пробивала довольно сложно. Пионы красные красивые были, мы подойдём к пионам ещё, не беспокойтесь, пионы будут. А вот сейчас, ориентируясь на ваше пожелание, мы подошли к портрету того самого красного настоятеля, настоятеля контраберийского собора. При этом он почему-то в чёрном. А вот сейчас подробно об этом Мария Кречетова нам расскажет, пожалуйста. А что удивительного нет? Это вполне прекрасно. Обычная форма одежды для Марии. Надо сказать, что он действительно был, как скажем, другом эссе, потому что он говорил о свободе духа, как мы скажем так, в Советском Союзе. Знаете, тут опять-таки в двух словах это долго и сложно говорить. Я хочу сказать другое, что деятели англиканской церкви, они на самом деле, если выбрать философскую сторону, это очень интересно, потому что они больше, чем католики, интересуются православием, скажем так. Какой там православие и исцеление? Ну как, вот тем не менее. Но они, во-первых, они смотрели со стороны, отчасти. Да, он же не внутри Советского Союза. Но вот, я поэтому, тема такая, не в двух словах. В общем, он был таким, скажем, он относился положительно хорошо к Советскому Союзу, к России, он даже организовал помощь в годы войны, да, собирал такую, как мы сейчас говорим, коммунитарную помощь для Советского Союза. А что значит, что вы выдали советскую фрику? За укрепление как бы мира, потому что сейчас бывают премии мира, да, за укрепление мира между народами, народами. Ну, это совершенно невероятная вещь, чтобы настоятели Собора в каком году? Это портрет повторения 52-го года, а в 45-м году. В 45-м году, да, это Сталинского премия. Ну, всё возможно, союзники, да, всё возможно. Нет, ну всё, премия. Где написано? Что на заднем плане спрашивают? Ну, это вон там. Но дело в том, что вот сам портрет, вы знаете, он правда был, тут некоторые куски были утрачены, он тоже из частного собрания, он не очень хорош в сохранности, поэтому здесь надо учитывать немножко ещё установительную работу. Это частное собрание, как много из частных собраний? Я говорю, это выставка в основном на 90% из частных коллекций. В Лондоне он не был, но был. В Париже был. В Париже был. И вот такое совершенно, совершенно Кира, да, не похоже на гимн Октябрю. Это уже не гимн Октябрю, это гимн гастрономическому Парижу. Или гимн веселью. Какой еще можно Париж с ним гастрономический? Париж Кабарет, 34-й год. Да, Герасим ездил в 34-м, в конце 34-го года, в 35-м году Парижа. Он имел возможность там смотреть собрания, писать на улице. И вообще не только по Афранции, он ездил в Италию, на сказать, Италия ему гораздо больше понравилась, чем Франция. Но это понятно, собрание музеев итальянских. Какие он есть? Он слушал Шаляпина, в Парижеском театре Шатли. И там же на Борисе Годунове видел Коровина, кстати говоря. И вообще он был такой брутальный человек. Сейчас вам вынесут еще одну вещь из личного собрания Александра Михайловича Герасима. Вот краски-краски те самые цветные пионы, которые вы хотели бы видеть. И давно они заглядывались. Вот они здесь. И вот смотрите, внимание, вот ваза. Ваза. И рядом это ваза на полотне. И рядом ваза на полотне. Тоже частые собрания. Уникальная возможность. Собрания из мастерской. Ну, частные. Да, люди еще из мастерской художников. Здесь можно вырезать погромче немножко. Да, ваза в живую. И вот она же на полотне. Вот она же, можно даже вместе показать. Да мы вместе как бы и показываем, я показываю. В мастерской насолкой целью Китайна Розе. Вот это будет достаточно изначально для темно. Он много писал цветов. Много писал. Писал о том, что цветы причинят глаз художника. Их нужно писать. Я вижу, что молодому человеку достаточно тяжело держать вазу. Она тяжелая. Он еле-еле ее держит. Это первая пяти девятнадцатого ваза. Хрустальная ваза. Тяжелая хрустальная ваза. Давайте, возможно, молодому человеку ее унести. Потому что страшно вдруг разобьется. Спасибо огромное. Скажите, а какие вещи богатые у них были? Это тоже, может быть, именно на сталинскую премию или купилы. Вы знаете, а вы не думаете, что это просто распоряжается? Это все отцепление. Ну, вроде бы не верно, кстати, на революционную творительность. Не удовольствие. Украли деньги. Нет, откуда вот пришла эта конкретная вещь, я могу сказать. Это уже история семьи. Как она попала и в мастерскую, сложно сказать. Сейчас мы видим тот факт, что вещь сохранилась по крайней мастерской. Мы можем ее видеть. Но букеты любил писать. Да, у них цветы, пыльные, розы. Их всегда много, и их всегда много, и их всегда много. Их всегда много. Я опять-таки думаю, что он в жизни и радостной панатуре такой человек. Он близко всегда всюду. Молистов не любил еще и поэтому. Я так понимаю, что в конце жизни все-таки случилось страшное. Он попал в опало после смерти вождя, который его любил, и которого он любил. Ну, с Хрущевым он не сошелся, да, как я уже говорила. Он же сталинист. Вот. И он уже писал в своей мастерской что-то, что хотел какой-то с одной стороны. Иногда что-то странное. Ну, вот как эта вот работа. Это неудачная работа. У каждого художника есть менее удачная и более удачная работа. Что-то делает, в конце концов, для заросла. Ничего себе нет. А кто изображен рядом с Пушкиным? С кем они синизажат? Ну, под ручку, а за ручку. Да, вот с кем идет Пушкин за ручку. С кем здесь идет Пушкин, мирный всадник, мы узнаем, да? И вот Пушкин, а рядом с ним кто? Попробуйте ответить, кто рядом с ним. Присылайте, может, достаточно, наверное. А вот у вас с одной из последних работ, как вы найдете? Одной из последних работ это половинские фляски в кофе и князь Игорь. На самом деле, на самом деле, на самом деле, в первом театре, в его большинстве театра, в его русский балет, и вы знаете серию портретов балерин, прекрасный портрет Лапешинской, в которой в Третьиховской галерее находится. Вот, здесь представлен портрет молодых портретов Ирины Доленковой. Кстати, она идет на нас. То есть, вот, прикуда ее тут лотанскому училищу, лотанскому портрету, а здесь он ее включил тоже. Центральную часть полотна. Полотно немножко не засталось на завершенное, поэтому, вот, если внимательно... Я не знаю, видно ли... Лидно-лидно. Лидно-лидно. Здесь вот, да. Ну, видимо, что-то он хотел менять. Вот. И вообще он сожалел о том, что мало пишут портретами балерей вот этих партистов большого театра. То есть, «Концер жизни» в театре, «Концер жизни» и «Иннорация». В театре не только «Концер жизни», но большинство давно написало. Но он, возвращаясь к этой теме, да, вот этот тот самый портрет знаменитого плесца Максима Михайлова, портрет Свешникова. Это вот этюды «Половецкий плеск». Потому что, наверное, даже во время Сталина, во время Сталина было невозможно написать такие работы. А, взряд ли, картина «Деревенская баня» знаменитая, она выставлялась. Совершенно спокойно, конечно, абсолютно. С обнаженной плеской. Потом обнаженная, но тут всегда художник подписался, и, в общем-то, она не запрещалась постоянно. По-моему, что вы сейчас смотрели, там предполагали, что это и Денис Давыдов, и Пущин, и еще… Бог знает, кто на самом деле это Адам Лицкевич. Это Адам Лицкевич. Да, Адам Лицкевич – польский поэт. Поэтому, что надо завершать нашу экскурсию. Хотелось бы, конечно, еще походить, но вы сможете сделать это сами. Выставка работает. Выставка работает до 16 мая. Но! Да, но. Но одно из центральных полотен, конечно, вот это знаменитое из русского музея, уедет через неделю. Так что, если кто хочет увидеть живьем, должен прийти быстрее. Вот это вот 4 на 7, вот это полотно гимн октябрю. Оно уедет в следующий вторник, уже уедет. Так что спешите сюда, в музей Отечественной войны 1812 года. Это здание бывшей думы. Надо сказать, не совсем… Не совсем, да. Так правильно называть музей Отечественной войны, потому что у нас несколько залов – это музей 1912 года, а это выставочная зона, где постоянно проходят передвижные выставки. Напротив Герасимова сейчас хорошая выставка, посвященная искусству Армении. Так что, кто интересуется, может ее посетить. Но для вас кто Герасимов – гений или злодей? Знаете, я вот не так бы и не так называла. Не злодей абсолютно точно. Гений, понимаете… Крови на нем нет? Нет. В других художках? Называть гением сложно, понимаете. Одаренный человек, да, трудолюбивый, да, неплохой, один из таких, в общем-то, известных советцев. А из известных теперь уже сложно говорить, что у нас известно, зрители, что нет. Теперь уже история. Пожалуйста, да. Спасибо. Я благодарю Марию Кречетову, научному сотруднику отдела изобразительных материалов Государственного исторического музея. Кира Тверская провела эту трансляцию. Вместе с экскурсоводом ходила Ксения Басилашвили. До свидания.